Приглашаю всех в волшебный мир рисунков, а рисовать можно любое время года, несмотря на то, что за окнами холодно, зима или осень, или дует холодный ветер, или идёт дождь. И сегодня нарисуем такой солнечный красивый фрукт хурму карандашами. Начинаем наш рисунок с эскиза. Простым карандашом я прорисовываю круг такими короткими штрихами. Так легче круг прорисовать. Здесь раздвоение, ложбинка. Здесь будет та часть, где прикрепляется плод к ветке. Все короткими штрихами делаю, потому что это пока что эскиз. Может мы что-то и подправим, что-то исправим, что-то изменим. Вот. Это наша хурма, наш плод, который мы будем рисовать. Это центральная часть. Здесь я покажу. Здесь такие маленькие листики растут. Они как-то приближались к части, где отходит сама ветка. И, наверное, большой лист здесь прорисуем, чтобы был такой более полноценный у нас фрукт получился. И сюда еще один листик прорисуем. Видите, очень много линий получилось. Сейчас мы сотрём те, которые пересеклись, которые не будут участвовать в нашем рисунке. Стряхнем. Теперь я уже вижу, как вот листочки здесь будут проходить. Здесь лист, здесь лист. Центральная часть. Еще один лист. И здесь лист. Сейчас опять подправим. Эскиз это важно. Эскиз еще можно весь изменить, исправить. И теперь я ластиком немножко уберу жесткие эти линии простого карандаша. Но так что я все равно вижу эскиз. И чтобы не ошибиться, сейчас начинаю наносить первую базовую штриховку. Желтым карандашом сейчас вначале очень легко прохожу первой базовой штриховкой по фрукту. По фрукту хурма. Здесь будет блик света. Я его немного обозначу. Очень легко. Не надавливая. А вокруг пройду желтой штриховкой. Так как я стерла весь эскиз. Поэтому важно сейчас пройти и вот этой штриховкой обозначить границы нашего рисунка. Нашей хурмы, плода, который мы рисуем. Теперь возьму светло-зеленый карандаш и тоже по краю пройду лепестков. Очень такой легкой штриховкой. Стараюсь не надавливать, потому что мы еще можем что-то подправить, если хотим. А эта штриховка нам поможет увидеть все листья, которые мы будем прорисовывать. Можно что-то изменить, если надо. Совсем легкая штриховка, такая, что позволит нам потом работать дальше с этими листьями. Теперь светло-коричневый летел на желтый. Сейчас я пройду ветку, покажу. Покажу вот эту часть, где сам фрукт крепится к ветке. И теперь покажу оранжевым. Цветло-светло-оранжевым. Вот эту часть хурмы, которая находится возле центральной части. Все делаю очень легкой штриховкой. И теперь, раз этот карандаш у меня в руке, сейчас я покажу, дам штриховку под листьями потемнее. Здесь тень будет. Поэтому здесь можно дать штриховку. Я все-таки штриховка одной интенсивности. Я не надавливаю. У меня карандаш скользит. У меня все-таки штриховка. Штриховку могу дать в разных направлениях. Потому что очень легкая штриховка. Она позволяет просто добавлять цвет в наш рисунок. И вот здесь возле ложбинки. Сейчас я делаю несколько раз наношу штриховку. Поэтому она становится здесь более темной. Низ. И здесь добавлю тоже светло-светло-светло-оранжевый тон. Теперь беру более темно-оранжевый тон карандаша. И прохожу рядом с этим разделением на две части. Такая ложбинка здесь. Добавляю сюда штриховку. Добавляю штриховку внизу фрукта. Сейчас немножко я подправлю форму. Рядом с ложбинкой оставляется более светлый тон. Низ. Штриховую. Свет падает сверху. Поэтому самая темная часть пойдет внизу. Я сейчас сделаю более круглую часть. У меня немножко какой-то квадратный получился. В этом форме немного исправляю. Курма оранжевая. Вот поэтому у нас идет желтый. Потом такой оранжевый тон. Все нам поможет нарисовать. Здесь он даже пожестче дала штриховку. Потому что здесь под листьями будет тень. Даже обретулись здесь. Здесь под листьями будет более темный тон. Ну и чтобы сделать его более темным, беру просто ярко-красный цвет. Ярко-красный карандаш. И сюда добавляю на эту часть теневую под листьями. Листья дают тень. Здесь будет более темный цвет. Здесь мы добавим. Скруглю немножко. Какое-то все, мне кажется, прямоугольный получился у меня. Форма получилась прямоугольная. Светло-оранжевым тоном наношу штриховку на листья. Не полностью, а вот только часть. Добавляю такой цвет. А дальше работаю зеленым. Светло-зеленым тоном наношу штриховку. Прохожу по оранжевому. Смотрите, как край немножко я уточняю. Центральную ложбинку, которая ближе, от которой лист идет ближе к нам. Уточняю, а там остается более светлый тон. И здесь по краю добавляю штриховку. Работаем с листом, который находится под этим листом. Значит, туда добавляем более темный цвет. В руке у меня более темно-зеленый цвет карандаша. И я сюда сейчас этот цвет добавляю. А сюда мы добавим такой светло-коричневый. И светло-зеленый тон по низу. Тоже немножко обозначу прожитки. Сюда немного добавлю. И более аккуратно проведу сейчас этот край листа. И даже можно поли-темно-зеленым цветом добавить синтро-цвет. Там тень. То есть надо обозначить получше тень. Край можно чуть-чуть лучше обозначить. То же листа. И этого тоже. Очень аккуратно. Я не очень надавливаю. Но все-таки более резче обозначаю край листа. И центральную прожилку. Светло-зеленый тон добавлю немножко на тыльную сторону. Листа, который завернулся. А светло-коричневый по крайне много добавлю. И можно сюда чуть-чуть вплести этот цвет тоже. Теперь работаем с лепестками, которые находятся вокруг центральной части. Сейчас я зеленым карандашом прорисую край получше. Здесь такие прожилки. Здесь такие жесткие. Они такие жесткие. Небольшие листья. Я их получше обозначаю. Конечно же здесь лист в тени. Значит мы сюда добавляем более темный зеленый тон. Здесь будет такой залом на листе. Значит мы его сюда покажем. И смягчаем таким светло-коричневым тоном. Сюда тоже этот тон нужно добавить. И светло-зеленым тоном добавляем еще один слой штриховки. И там еще один лист в тени. Сейчас мы туда темно добавим цвет. Более темный тон. Работаем с веткой. Беру сейчас здесь вот ветка пришла сюда. Эта часть более светлая. Мы сейчас тут свет и тень показываем. Делаю такие короткие неровные штрихи. Ветка она не гладкая. А такая. Есть какие-то на низозобринки. И я поэтому стараюсь. Неровными линиями. А такими линиями. Где-то дуга, где-то кривая. И получилась вот такая ветка. Можно даже показать сучок такой. Там тоже был, наверное, плод. И сейчас поработаем с интерцентральной частью. Очень легкая штриховка. Показываю. И здесь тоже. А здесь добавлю светло-коричневый. И немного, наверное, усилю здесь оранжевый тон. Красный тоном. Чуть-чуть добавлю. Край по-и-по-и-по-и-по-и-по-и-по-и-по-и-щи. Тёмно-красным. Здесь добавлю. Можно немного снять смягчито, как здесь. А теперь жёлтым карандашом добавить ещё сюда штриховку. Красным карандашом добавляю сюда штриховку. Беру такой тёмно-тёмно-зелёный карандаш. И чуть-чуть в плиту этот цвет в ветку. И можно коричневым карандашом чуть-чуть добавить. Цвет тёмный по краю. Лучше его обозначить. Край. Беложбинка. И можно теперь тёмно-синим карандашом показать тень рядом с нашей хурмой. Потому что свет падает прямо сверху. То есть здесь не будет очень большой тени. Но какая-то слабая тень должна появиться здесь. И можно даже в тень добавить немного оранжевый тон. Установились, посмотрели на наш рисунок и посмотрели, что надо улучшить. Вот я хочу здесь тёмно-зелёным добавить сюда немного. Там, где листья отходят от самого тела хурмы. И теперь тёмно-красным карандашом добавлю сюда больше тени. Если штриховка уже не ложится, можно взять синий и чуть-чуть добавить тёмно-синий цвет в тень. И сразу тень лучше обозначится. И здесь тоже. Тёмно-синий цвет в тень тоже. Тень лучше всего показывает цвет. Вот мы когда обозначим лучше тень и сразу заиграл цвет фрукта хурмы. И сюда синий внесу. Потому что здесь самая густая тень будет под листом. И здесь тоже такая же тень появится густая. Исправлять можно много, долго. Но надо и остановиться. Сейчас остановлюсь. Немножко получше обозначу. Эти листы. И хотя рисунок у нас практически готов, всё-таки решила внести немного больше оранжевого тона на листья. Сразу они такие стали более... Листья хурмы похожи на листья хурмы. И рисунок у нас закончен. И уверена, что у вас тоже получился хороший рисунок солнечной хурмы. И приходите в гости. Будем рисовать много хороших рисунков. Потому что рисовать легко и весело, когда вместе. Чем вамовку выбирать吗? Уジsınız. По ссылоку есть в описании.